Токонавата! 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 здесь являются боссами. И папка франшизы в курсе, как сильно любители монахов хотят увидеть его ремастер. В опросе Шаолинь Мокс победили с небольшим, но все же отрывом. Пун не сомневается, что такая затея оказалась бы очень прибыльной и, вполне возможно, обернется таковой уже скоро. В конце концов, если говорить о моем личном отношении ко всем этим высказываниям, то я не столь пессимистичен, чтобы говорить, что на МК-11 разрабы забили и уже ничего не завезут. Думаю, что-то непременно будет. Они ведь продолжают работу, правда, это могут быть и не новые персонажи вовсе, а, к примеру, еще одно сюжетное дополнение. Ну а что, как будто кто-то ожидал увидеть Автомаф. Мы частенько опираемся на опыт предыдущих частей, полагая, что если раньше НРС так не делали, то и сейчас не сделают. Но ведь прежде не расширяли сюжетку, прежде не позволяли себе добавлять одного и того же бойца в качестве DLC дважды. Почему мы должны думать, что если они не осмеливались сделать что-то раньше, то они не сделают это в данный момент. Отрицать что-либо на 100% явно не стоит. Хотелось бы также затронуть ситуацию с фильмом Mortal Kombat 2021 года. Во-первых, картина собрала довольно скромную сумму, при затратах в 55 миллионов долларов удалось собрать только 81. Однако на сервисе HBO Max оказалась хитом и привлекла немало новых подписчиков, что, очевидно, на руку компании. Слышал я, конечно, что студия ожидала сборов в порядке 15 лямов, но, как по мне, это какой-то дичайший вброс. Кто вообще станет выделять деньги на фильм с таким расчетом? Во-вторых, прошел слушок, что на роль Джонни Кейджа, который, очевидно, должен быть в сиквеле, если сиквел будет, рассматривается актер Чарли Хэннон. Да ты и тряпку не выжмешь, говнюк. Не самый плохой выбор, согласитесь, но это только слуг. В-третьих, стало известно, что расширенная версия фильма Mortal Kombat выйдет 13 июля на Blu-ray и в 4К. Издание должно включать вырезанные сцены, но какие именно, пока остается загадкой. Ранее уже сообщалось, что хватило бы материала еще на 5 часов. Грег Руссо, сценарист фильма, сообщает, что было бы здорово, если бы в эту версию вошли сцены, раскрывающие предысторию Мелины, ее связи с Китаной и Эденией. А еще туда могут попасть зловещие сцены с Шан Цунгом, колдуном из внешнего мира. Может, хотя бы тогда будет понятно, что он не землю жрал перед разговором с Мелиной, а занимался своими злодеяниями. Вообще, в сеть уже слили много концептов поражающих глаз. К примеру, рассматривался вариант Горо, в котором он имел бы несколько иное строение тела и передвигался не только на ногах, но и с помощью нижней пары рук. Рептилия тоже мог бы выглядеть иначе. А еще показали другие варианты рук Джакса. Уже отсмотрев фильм, становится ясно, что были выбраны наиболее привлекательные варианты. Однако про Кола Янга я бы такого не сказал. Вот этот черный костюм, как по мне, покруче, чем то, что было в экранизации. Ну и в-четвертых, фильм большинству фанатов понравился. Об этом говорят результаты моего недавнего опроса на канале. Не стоит обманываться, основываясь только на комментариях. Защищать фильм всегда сложнее, чем обсирать его. Людям, в принципе, больше нравится обстебать что-то или посмотреть на то, как это делают другие, чем на серьезных щах рассказывать о достоинствах произведения. В общем, надеемся на продолжение, которое учтет прежние ошибки. А что касается ближайшего анонса от NetherRealm, то он может состояться либо на Summer Game Fest, который начнется 10 июня в 21.00 по МСК, либо на выставке E3, которая пройдет с 12 по 15 июня. Ворнеры на ней выступают 13 числа. Если видео вам понравилось и было интересно послушать, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Чекайте соцсети по ссылкам в описании и заглядывайте на стримы. Рад буду с вами пообщаться. Оставайтесь на позитиве и играйте в Mortal Kombat красиво. Редактор субтитров А.Семкин